В результате вооруженного конфликта 29-30 апреля этого года на Кыргызско-Таджикской границе Баткенской области имеются десятки жертв, как среди гражданских, так и среди военнослужащих. Так, выражая глубокую скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, 1 и 2 мая 2021 года объявлен Днями национального траура. Среди погибших в результате конфликта на Кыргызско-Таджикской границе 30-летний уроженец Нарынской области Эсентур Кубаныч Беков. Он был офицером специального назначения бюрю пограничной службы. Сегодня его проводили в последний путь в его родном селе Акмуз от Башинского района. Попрощаться с героем пришли друзья, родственники и руководство Нарынской области. С странного возраста мой друг был отважным боевым парнем, никогда не отступал назад, пока не достигнет своей цели. Наш товарищ Эсентур ради блага всего кыргызского народа выполнял свой служебный долг. Он погиб с честью, как герой. Я верю, что подвиг Эсентура останется в памяти народа. Сегодня скорбит по погибшим и Исабек Максутов. В результате конфликта в приграничном районе погибли три его родственника. Двоим было всего по 19 лет, третьему брату 26. У мужчины даже не было сил говорить. Потеря трех братьев далась ему тяжело. Никто не мог подумать, что их жизни вот так вот оборвутся. Надеюсь, что дальнейшая судьба нашего поколения не будет такой же трагичной. Сегодня и завтра по всей республике объявлен траур. В память о погибших приспущен флаг страны на всех площадях, зданиях, на депрессовительствах и консульствах за рубежом. Люди соболезнуют друг другу и желают сил преодолеть трагические события. Наравне с теми людьми, которые потеряли билизских родственников или детей, или дочерей, мы разделяем их горе. Вот эти потерявшие билизских людей мы выражаем соберезнования. Матери, родившие наших смелых патриотов, в эти сложные минуты терпения вам и сил. Издревле кыргызские джигиты никогда не умирали лёжа в постели. Наши смелые и доблестные мужчины погибли, защищая наши границы, нашу землю. Матери, отважных сыновей, потеря сына легла не только на ваши плечи. Это потеря всей страны. Весь народ Кыргызстана сегодня скорбит по ним. Количество погибших в результате вооружённых столкновений на кыргызско-таджикской границе достигло 33-х человек, трое из которых – пограничники. В ходе пограничного инцидента данного, трое военнослужащих пограничника погибли. И ещё 22 получили ранения различной степени тяжести. Твои из них, состояние двух оценивается как тяжёлое. В настоящее время они получают медицинскую помощь. Среди военнослужащих погиб 28-летний Нурсултан Мелесбек Уулу. Много лет служил в пограничной службе. Год был командиром группы специального назначения БРЮ. Ещё один офицер – 29-летний прапорщик Бигзат Юлдашев. Он был отцом троих детей. Его похоронили в городе Исфана Баткенской области. В эти сложные дни кыргызский народ выражает свои соболезнования семьям пострадавших.